Во имя Отца и Сына и Святаго Духа И в поучении Святаго Иоанна Затаустова на книгу Деяния апостольских Как же нам возлюбить Бога? Говорил я об этом тысячу, тысячу раз, но скажем и теперь Я нашел, кажется, один способ весьма важный и чудный Размыслив о благодеяниях Божьих, касающихся всех вообще И столь обильных, что невозможно и числить их И за все это, воздав ему благодарность, будем все представлять то, что он сделал для каждого из нас И размышлять о том каждый день Это имеет великую силу Потому каждый из нас пусть помыслит сам себе и тщательно припомнит Когда он, подвергшись опасности, избег от рук врагов И пусть содержит благодеяния Божии, как бы написанными в книге Например, не отправлялся ли он когда-нибудь в путь неблаговременно и избегнул опасности Не имел ли когда-нибудь дела с негодными людьми и вышел победителем Не впадал ли когда-нибудь в болезнь и сверх всякого отчаяния выздоравливал Это много содействует примирению нас с Богом Если Мардахию добрые дела его, когда они были воспомянуты царем Столь принесли пользы, что он опять достиг прежнего величия Исфирь 6 глава То тем более получим пользу мы, если будем припоминать и тщательно наблюдать В чем мы согрешили против Бога И какие блага он даровал нам Тогда мы и будем благодарны и оставим все греховное Но никто не воспоминает ни о чем подобном А как о грехах мы говорим, что мы грешны, не исследуя в чем именно Так и о благодеяниях Божьих говорим, что он благодетельствует нам Не исследуя где именно, в чем и в какое время Отныне же будем более внимательны Если кто может припомнить и давное благодеяние Божье Пытщательно размышляет о всем и найдет в этом великое сокровище Это полезно нам и для того, чтобы не впадать в отчаяние Если мы увидим, что он многократно благодетельствовал нам То не станем отчаиваться и считать себя отверженными Но будем иметь великий залог попечения его о нас При мысли, что если грешаем, мы не подвергаемся наказанию Но еще пользуемся его благодеяниями Скажу нечто, слышанное мною от одного человека Был один отрок, и случилось ему быть вместе с матерью за городом Когда ему еще не было 15 лет В это время сделалась дурная погода И они оба заболели горячкой, а была осень Мать поспешила отправиться в город отрок Которому врачи предписали остаться там Чувствуя жар от горячки Начал полоскать рот, рассуждая, думая Что он таким образом скорее уничтожит горячку Нежели если не будет употреблять ничего Рассудив как отрок Он по неблаговременному упрямству не переставал делать это Когда же прибыл в город, то у него отнялся язык Долго он не говорил и не мог произносить ничего раздельно Впрочем, читал и долгое время ходил к учителям Но напрасно и без успеха Не оставалось никакой надежды Мать была исполнена горести Многое придумывали врачи Многое придумывали и другие Но никто не помог, пока человеку любивый Бог не разрешил уз языка его И тогда он выздоровел и получил прежний дар слова и ясность голоса Также рассказывала мать его, что он, будучи еще младенец, имел в носу болезнь, называемую полипом Врачи также отчаялись Мать молилась, чтобы он умер и отец, тогда он еще был жив Желал ему того же Состояние его было совершенно безнадежное Но вдруг он чихнул При этом стремительным течением воздуха изверх из назарей означенное животное И все страдания прекратились Когда же прошла эта болезнь То сделалось сильное гноевидное течение из глаз И продолжалось непрерывно Производилось тое густое нагноение Что закрывало зрачок Как бы пеленой Несчастье угрожало слепотою Чего все и ожидали Но по благодати Божией Вскоре он избавился и от этой болезни Много такого я мог бы рассказать вам Если бы захотел перечислять все И это рассказалось для вас, чтобы каждый Зная, если не такие, но какие-нибудь другие случаи Постоянно помнил об них Например, не случилось ли, что камень брошенный И могший упасть на тебя Не попадал в тебя Содержи это всегда памяти Это много содействует нам питать любовь к Богу Если мы, вспоминая о людях, избавивших нас От чего-нибудь сильно сокрушаемся Когда не можем возблагодарить их То тем более должны быть благодарны к Богу Это полезно и в другом отношении Хотим ли мы не унывать, не счастье будем говорить Неужели доброе мы будем принимать от Бога А злого не будем принимать Иов 2.10 И Павел для того говорил о своем избавлении от опасностей Чтобы вспомнить о благодетелях Смотри, как Иаков содержал все в уме своем Потому и говорил Ангел, избавляющий меня от юности моей Бытия И не только то будем помнить, что Господь избавлял нас Но и то, как и в каком случае Вот Иаков помнил самые частности благодеяния С посохом моим говорит Перешел этот Иордан Бытие 32.10 Иудеи всегда помнили даже благодеяния Оказанные предкам моих Повторяя бывшие в Египте Тем более мы должны помнить о своих обстоятельствах И о случившемся с нами самими О том, как часто мы впадали в затруднение и счастье Если бы Бог не подавал нам руку помощи То мы давно бы погибли Зная это и повторяя каждый день Будем все мы постоянно благодарить Бога И все вместе высылать Ему хвалу И непрестанно славить Его Чтобы за благодарность свою получить На великое воздаяние Благодатью и щедротами Единородного Сына С которым Отцу со Святым Духом Слава держа во честь Ныне и пресно И во веки веков Аминь